И всем здравствуйте дорогие друзья! Сегодня с вами я, Фоксика, и это новостной выпуск. Вы все его ждали, и я его сделал. Недавно в официальной группе появился спойлер насчет стимовской версии. Давайте начнем по порядку. Я хотел бы расставить точки над «и». Стимовская версия Time of Dragons это совсем другой проект. То есть все ваши драконы, кристаллы и монеты перенесены не будут. Проект вконтакте так и останется. Насчет того, будет ли игра платной или нет, это еще находится под завесой тайны. Ну а что ж, давайте перейдем к тому, что изменили. Для начала начнем с графики. Графика просто великолепная. Ну больше о графике я ничего сказать не могу, потому что ориентироваться по двум скринам это очень сложно. Еще можно увидеть на двух скринах, как драконы ходят по земле. Это означает, что у нас будет шанс ходить по ней, именно на драконах. Если во версии ВКонтакте при прикосновении к земле у нас отнимались жизни, то теперь мы можем спокойно ходить. Еще на этом же скрине изображен персонаж, а точнее наездник. Как мы видим, это новая раса. И полностью изменили текстурки людей. У каждого человечка будет своя способность, как и у дракона. Еще на этом же скрине, опять же, мы видим нового дракона. Как я узнал у разработчиков, все драконы, кроме Кронуса, перенесены не будут. То есть останется только самый начальный Кронус. Остальные драконы все будут новыми. Если, конечно, их не передумают и переделают. Ну так вот, мы видим, как персонаж держит оружие. Это означает, что игра превратится в Warface с драконами. Ну, грубо говоря. То есть мы будем бегать, убивать и летать. Также добавится карта, на которой будут вражеские корабли, способные делать читы и убивать нас. Это получится не NPC, а самые настоящие мобы. Они будут надирать нам попу, а мы будем надирать попу им. Что бы хотелось еще сказать об игре. Много скринов просочилось, причем от самих же разработчиков. Как мы видим, добавлены новые анимации. Похоже, что у нас появятся новые задания. А точнее, нам нужно будет высаживаться на каких-то определенных планетах и убивать. Еще хотелось бы сказать насчет интерфейса. Я видел видеозапись, к сожалению, не могу сейчас ее прикрепить, на которой было четко видно вид из кабины. И в эту кабину попадает ракета, и стекло трескается. Это означает, что либо у нас будет возможность видеть все от первого, от второго и от третьего лица, тогда улучшатся скрины. Либо это просто сделано для привлечения внимания. Надеюсь, первый вариант... Заговариваюсь. Первый вариант самый нормальный для нас. Хотелось бы, чтобы именно его добавили. Ну что ж, на этом наш новостной выпуск подошел к концу. Извините, что я запинаюсь. Просто я так долго ждала этого момента. И вот только что удалось записать. Записываю очень быстро. На скорую руку. Сейчас отмонтирую. Все будет окей. А теперь подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем спасибо за внимание. С вами был я, Фоксика. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok